ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КОРПУСУ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КОРПУСУ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КОРПУСУ и с консульством в Ленинграде, и я познакомился с работой дипломатов. И я особенно близко работал с нашим консулом по public affairs... По общественным связям. По общественным связям. И меня привлекала очень эта работа, то есть public diplomacy. Народная дипломатия, не знаю. И я хотел делать то, что они делали. То есть, я знаю, в то время, во время холодной войны, было недоверие между американцами и советскими людьми. И у госдепов сейчас и в то время были программы обменов, выставок, перевода книг. Именно то, что я считал, что мы должны сделать. То есть, разрушить стены, развивать связи. И из-за этого я решил сдавать экзамен. И сдал. I passed, right? 30 лет я уже дипломат. Здорово. И вы специализируетесь на постсоветском пространстве, вы очень много работали в постсоветском пространстве. И как эксперт, специализирующийся в этом вопросе, как бы вы оценили уровень и качество демократии в постсоветских странах в общем и в Грузии в частности? Я считаю, что Грузия я бы сказал на первом месте. К сожалению, это не очень высокий стандарт. Я во многом разочарован качеством. демократии в постсоветском пространстве. И из-за этого мы американцы мы американцы мы очень хотим помочь грузинам достичь то, что они хотят достигнуть. И это, конечно, это интеграция с Европой, это развитие демократии. и я считаю, что вот эта работа, эта работа нашей поддержки, это очень важно. И это в наших интересах. То есть в интересах американского народа, чтобы вы достигли успеха. вы упомянули о евроинтеграции. Согласно последовать результатам исследований, опубликованных в последнее время, уровень поддержки евроинтеграции в грузинском обществе идет на спад. То есть существует сейчас такой раздел в обществе, когда половина общества поддерживает евроинтеграцию, а половина говорит, что нет, мы должны поддерживать более тесные связи с Россией. Как вы считаете, является ли это результатом влияния российской пропаганды, упущение внешней политики Грузии или чего-то еще? Я думаю, что есть разные оценки. И каждый опрос это как фотография одного момента времени. Я думаю, что все еще есть много поддержки к евроатлантической интеграции. Я думаю, что это не вопрос или Европы или Россия. Это ложливый, не знаю, это фальшивый, то есть этот выбор, фальшивый выбор. есть то есть одно не исключает другое. Точно. Например, самый большой рынок для нас это Европа, но все-таки это не значит, что у нас нет торговли с Мексикой или Канадой. Грузия должна иметь отношение и с Россией, и с Европой. Дело в том, что грузины считают себя как часть Европы. Это правильный выбор, потому что я думаю, что будущее с Европой, будущее с этой системой горизонтальной, горизонтальной, то есть с этой ориентации. И я думаю, что вы раздельяете ценности Европой, вы стремитесь к системе правительства в Европе. Итак, вы вполне можете иметь отношение и с Россией, и с Европой. Нет выбора здесь. И то, и другое возможно. Мы в Этинайте очень много работаем с молодежью, с новым поколением. Как вы видите роль нового поколения в построении демократического общества? Какова их роль? Огромная роль, потому что я думаю, что ваше будущее это информационная экономия, информационная экономия, экономика, информационная экономика. и ваша надежда, ваши надежды будут с молодежью, потому что они будут строить эту новую экономику. вы неоднократно подчеркивали роль неправительственных организаций в строении демократического общества. Последние исследования показывают, что больше половины населения Грузии до сих пор не имеет четкого представления, что такое НПО и чем конкретно они занимаются. Многие считают, что мы просто поедатели грантов или западные агенты. Как вы считаете, что может быть сделано для того, чтобы поднять рейтинг НПО и улучшить доверие общественное, увеличить уровень общественного доверия? Да, я очень разочарован этой компанией в России против НПО. Это просто клевета, что НПО как Мемориал и другие общественные организации, что они действуют за иностранными деньгами. Это клевета. Что касается общественного общества здесь в Грузии, я считаю, что конечно вот этот сектор растет, и это очень естественно, и это очень нужно. Мы рады поддерживать разные неправительственные организации, потому что мы поддерживаем демократию, и общественное общество, и независимые медиа, независимые суды, это они все очень важные части демократии. Конечно, я считаю, что как растет частный сектор экономики, будет больше финансирование стороны корпораций, частные бизнесы, и так далее. И вот в это время мы очень рады, пока вот этот сектор растет, мы очень рады поддерживать вот эти неправильные организации, которые поддерживают рост демократии. Вы упомянули частный сектор и бизнес. В Грузии нет налаженного сотрудничества между НПО, неправительственными организациями, бизнес-сектором и государством. То есть как Вы считаете, что может быть сделано для улучшения этих трехсторонних отношений? Это очень хороший вопрос. Я здесь всего 5 месяцев, но я уже замечал, что нет нужной контакты между правительством и общественными организациями. И я был очень рад, когда я слышал, что новый премьер-министр, что один приоритет, его приоритет это слушать побольше НПО. И одно из первых мероприятий это была встреча с представителями общественных организаций. Я думаю, что это очень позитивный шаг и он понимает важность этого сектора. Мы на радио Атинати работаем над совместными проектами с нашими абхазскими коллегами. У нас есть передача точки соприкосновения и она финансируется Айрексом в рамках проекта USAID Media for Transparent and Accountable Governance МТАГ и мы очень много добились с точки зрения налаживания контактов, улучшения доверия. В том ли направлении мы двигаемся как радио? Как вы считаете, какова роль медии в трансформации конфликта? Вот то, что происходит в так называемых конфликтных зонах, это очень неестественно и это против течения. 21 века, то есть мы живем в эпохе, когда стены падают и вот мы видим, как строят новые заградительные барьеры, когда они препятствуют контакты между людьми и это очень неестественно. Но к счастью, у нас есть, то есть технологии дают нам другие возможности контактироваться, связаться. и я до этого у меня была беседа с вашими коллегами и я был очень рад слышать о ваших деятельностях, деятельностях, и это очень-очень важно, чтобы вы расширили вот такую деятельность, и я желаю вам успеха в этом, это очень-очень важная работа. Спасибо большое. Вы всегда подчеркиваете важность экономического развития Грузии. Как посол Соединенных Штатов Грузии, какой вклад вы хотели бы внести в экономическое развитие Грузии, какое наследие вы хотели бы оставить после того, как вы уйдете с посла? Может быть звучит немножко странно, поскольку я американский дипломат, но мы сосредоточим много наших усилий в поддержке вот этого нового соглашения с Европейским Союзом, вот это Deep and Comprehensive Free Trade Agreement. Так это в наших интересах, это в ваших интересах, чтобы вы были ближе к самому большому рынку в мире и вот этот рынок тоже, как я сказал раньше, тоже разделяет, то есть эти страны раздавляют ваши ценности, ваши стремления, и из-за этого американский налогоплательщик рад инвестироваться, если это глагол, инвестировать, 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 инвестировать в вашем соглашении с Европой. Тоже, я думаю, что у Грузии географические преимущества, То есть вот этот коридор, новый шоковый путь. И тоже у вас есть отличные природные красоты, ресурсы и вот этот сектор туризма. Мы тоже предлагаем помочь в этой области, техническая помощь, конечно, аграрный, сельскохозяйственный сектор, очень чистые, очень органик, экологические продукты. Вот это ваши преимущества и преимущества. И мы вам помогаем развивать, особенно вот эти три сектора, транспорт, сельскохозяйство, туризм. И какие преграды вы видите на пути к развитию этих секторов? Нестабильность. Нестабильность какого характера? Экономического или? Экономического, в том числе, да. Конечно, есть сильные ветры против Грузии, экономические ветры. Есть нестабильность на юге, к сожалению, большая нестабильность. Ваша страна под оккупацией. И это, к сожалению, это препаратствия для иностранных инвеститоров. Но всё-таки по сравнению с экономической ситуацией в вашем регионе, Грузия на первом ряду, и это помогает. Но в основном мировая экономическая ситуация, проблема конфликтов на юге, на севере, это, конечно, это вызов, это челлендж. Ну а теперь о положительном. Посольство США финансирует очень много проектов, которые важны для Грузии. И реставрация резиденции Тодиани, одна из них, и жители Зугдиди очень благодарны. И мы бы хотели узнать побольше, предусматривается ли дальнейшее участие посольства в этом проекте, и какие у вас ожидания? Да, я очень рад, что по моим именем есть этот проект, это Ambassador's Fund for Cultural Preservation. И я знаю, что мы дали средства для реставрации дворца, и очень рады участвовать. И каждый год есть соревнования. Мы пошли в Вашингтон, несколько проектов, и мы очень автоматически склонены, что Вашингтон поддержит и в этом году проект или проекты из Грузии. Это очень, да, очень важный проект. Что-нибудь еще хотите сказать нашей аудитории? Только что я очень рад вообще быть в Грузии. Как я сказал, я впервые был здесь сорок лет назад, и я всегда говорю, to know Georgia is to love Georgia. Я влюбился в Грузию тогда, сорок лет назад, и очень рад участвовать в развитии Вашей демократии, поддерживать Ваши стремления к интеграции с Западом. И очень люблю грузинскую кухню. Спасибо большое. Спасибо Вам. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.